книга открытым оком тон 27 тема политика вопрос 3926 выходили на лекцию жданова владимира георгиевича в агт у в городе барнауле и подарили ему свои книги ответил ли он и как вам видится его дальнейшая судьба отвечает игнатий тихонович лапкин встречи после этого с ним не было и ответа не получал хотя с его помощниками наша сестра Нина Жолнирова по телефону разговаривала думаю что его ждет горькое протрезвение успех его пропагандистских выступлений будет нулевым пиво вино табак наркотики дают человеку кайф радость некую и ради чего человек будет от этой благодати в кавычках отказываться спасает от всей этой беды только христос а к примирению через принятие сына божия иисуса христа жданов не зовет вот одно из его выступлений кавычки открыты дорогие соратники каждый день нам по телевизору показывают страшные сказки про алкоголь мордатый мужик в шутовском костюме сел с друзьями пить пиво сел на новый год и заявляется на работу 8 марта его спрашивает ты где был пиво пил выходит находился он в этом пивном запое два месяца восемь дней конечно эта сказка сказка для детей потому что любой взрослый здравомыслящий человек знает если самого здорового здоровяка непрерывно поить пивом хотя бы неделю умрет любой однако с тупой настойчивостью показывает этот сюжет уже второй год 28 раз под новый год показывали сказку величайшего сказочника всех времен и народов эльдара рязанова ирония судьбы или с легким паром в кавычках с краску про алкоголь нашим взрослым сюжет как вы помните очень прост человек пошел с друзьями в баню напился до чертиков накануне нового года и нашел свое счастье да какое счастье любой бы пожелал найти такое счастье а давайте вспомним кто там напился не кто-нибудь а врач а кто там так весело пьянку пьянствует а пьянку пьянствует учителя а обаятельная барбара брыльска самый переживательный момент засунул себя в рот сигарету так вот 28 лет назад впервые на экране телевизора учительница русского языка закурила с нее все девчонки пример взяли это конечно тоже сказка но сказка страшная со страшным продолжением в 1980 году у нас на сибирске проходил семинар по антиалкогольной пропаганде со слезами на глазах профессора медицинского института говалова умоляла кавычки открыты кому только можно говорить и употреблять алкоголь в бане перед бани и после бани и смертельно опасно за пять лет что показывает этот фильм от опоя в бане и погибло около 400 человек кавычки закрыты а кто скажет сколько людей погибло по всей стране за 28 лет регулярного повторения демонстрации этого фильма каков человек убийственный эффект в кавычках эльдара рязанской сказки а сейчас я вам расскажу не сказку а реальную быль в которой мы с вами живем каждый день 1 января 2000 года диктора новосибирского телевидения радостно сообщил кавычки открыты сегодня утром на улицах города новосибирска милиция подняла 78 трупов замерзших людей это в основном мужчина трудоспособного возраста многие из них глава семейств а еще 180 человек отморозили напрочь в эту новогоднюю ночь руки и ноги кавычки закрыты так вот 78 человек это убитые пивом и водкой это ровно в 10 раз больше чем погибло новосибирцев за всю чеченскую войну там погибло 7 человек сколько слез мы пролили по чеченским жертвам про эти алкогольные кто-нибудь когда-нибудь вспомнил вот вам вторая реальная история в новосибирском университете в общежитии в кафе за столиком сидели четыре студента математического факультета пили пиво и курили за соседним столиком сидели четыре точно таких же студента химического факультета это же пили пиво и курили у студентов химического факультета закончила с курева. Подошли к математикам, попросили закурить. Но или не так попросили, или им не так ответили. В результате одного студента зарезали насмерть, трое попали в реанимацию, четверо арестованы. Уголовное дело, суд, четверо молодых ребят получили срок от 8 до 20 лет тюрьмы за убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. Это невыдуманная история, реальная, произошедшая в нашем новосибирском академгородке. И третья история. В Минске проходил городской праздник пива, в рамках которого на площади был устроен рок-концерт для молодежи. На этом рок-концерте рекой лилось пиво. Нарядной девушке каждому назойливо предлагали покурить сигареты. Тут началась гроза, и отодуревшие от пива и сигарет молодежь бросилась в подземный переход в метро и насмерть растоптала. 53 молодых девушки. На следующий день судебно-медицинская экспертиза установила, что эти 53 растоптанные и растерзанные девушки тоже были пьяны. И что больше всего меня поразило в этих историях? Стопроцентная аналогичность. Через 4 дня после трагедии в университетском общежитии я поехал в тюрьму, где сидели эти 4 студента-убийца. Туда же приехал представитель деканата, привез характеристики. Я посмотрел характеристики. Это лучшие студенты лучшего вуза за Уралом Новосибирского государственного университета. По характеристикам их не в тюрьму сажать, и Мартина давать надо. В камере сидят 4 молодых парня. Плачут. Никто не хочет в тюрьму садиться. Какое сожаление, какое раскаяние. Кавычки открыты. Это не мы убили, это пиво убило. Кавычки закрыты. Да, это пиво и сигареты превратили этих умнейших ребят в зверей, которые способны убить и искалечить своих товарищей. Это то самое пиво, которое так настойчиво рекламируют с экрана телевизора. На третий день хоронили жертвы трагедии в Минске. Стоят 53 гроба. Стоит президент со свечкой и плачет. Все правительство стоит, плачет. Толпа молодежи со свечками тоже все плачут. Какая скорбь, какое раскаяние. Но ведь это та самая молодежь, которая топтала этих девушек. Но пиво и сигареты превратили эту молодежь в зверей, способных растоптать слабых и беззащитных девушек. Так что же это за продукты такие? Табак и алкоголь. Так необходимы и нашему народу, что ими круглые сутки торгуют на улице и рекламируют по телевидению. Никакие это не продукты, а самые опасные на земле наркотики, которые пущены в широкую продажу и которые приносят столько горе и слез нашему народу. Самое страшное, что может сделать и уже делает алкоголь, это уничтожать и смести с лица земли целые народы. С помощью алкоголя за 40 лет были уничтожены североамериканские индейцы. Оставшиеся доживают сейчас свой век за колючей проволокой в резервациях. Гитлер в 1942 году сформулировал основы оккупационной политики на завоеванной восточной территории. В своей краткой директиве он написал всего три предложения. Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиена, никаких прививок, только водка и табак. Кавычки закрыты. Вся социальная программа для народов на завоеванных территориях. Ни школа, ни учителей, ни кино. Только водка и табак. Но Гитлер был враг и знал, чего хотел. Он знал, что водка и табак выведут ненавистных ему славян через одно поколение, без всяких крематориев и газовых камер. То, что алкоголь и табак являются оружием массового уничтожения, знают все претенденты на мировое господство. Все знают, что это мощнейшее и наголовнейшее оружие геноцида. Что касается завета Гитлера, водка и табак для славян, он, оказывается, успешно притворяется в нашей стране и сегодня. У нас в Новосибирске разрушены все крупнейшие заводы. Единственный завод, который работает круглые сутки, который в 4 раза увеличил производство и в 12 раз увеличил объемы прибыли, это завод «Виенап». Это завод, который на всю Сибирь выпускает пиво, вино и водку. Все у нас отберут, останется круглые сутки водка и табак. Люди в нашей стране до сих пор не могут понять, что же произошло. Величайшая страна в мире. И вдруг в одночасье развалили на куски, превратили всех в нищих и пустили по миру с протянутой рукой. Неужели это роковая случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности здесь нет. Зимой 1985 года, когда все поняли, что умрет очередной генеральный секретар Черненко, на свое заседание собралось мировое правительство в кавычках страны Большой Семерки во главе США. Именно тогда они приняли решение развалить СССР, нашу Родину, разделить СССР на 52 королевых независимых государства и заставить эти государства конфликтовать между собой. Вы спросите, зачем мировому правительству делить СССР? Объясню. По оценкам мировых экспертов, к 2020 году природные ресурсы западных стран будут истощены. И единственная нетронутая кладовая, одна шестая часть земли, где нам посчастливилось родиться и жить. На разрушение СССР были брошены сотни миллиардов долларов. Программа эта назвалась «Гарвардский проект». На эти миллиарды была куплена вся верхушка КПСС, были куплены все князьки на местах, все СМИ. И на эти деньги в 1991 году удалось сделать то, что не смог сделать ни Гитлер, ни Наполеон – разрушить Великую Россию, которая называлась тогда СССР. Мы с вами сейчас являемся свидетелями второй части этой вселенской трагедии – разрушения Российской Федерации. И она имеет свое название «Хьюстонский проект», в кавычках. То, что каждый день убивает наших детей в Чечне, что ежегодно миллион наших сограждан гибнет от алкоголя и табака, что наших пенсионеров, учителей, врачей загнали в нищету, что разрушены практически все производящие отрасли и уничтожена наука. Это работают преступные деньги этого людоедского проекта. Недавно на русский язык была переведена книга американского полковника главного разведательного управления «Комитет 300» в кавычках. Около 30 лет полковник изучал тайные механизмы управления миром и пришел к выводу, что глобальными процессами управляет 300 самых богатейших семейных кланов. Они связаны между собой тайными крепкими масонскими связями. Это в основном еврейский ростовщический торгово-промышленный капитал. Этот «Комитет 300» заказал в 70-е годы крупнейшей научно-исследовательской корпорации научно-исследовательскую разработку. Когда результаты были получены, оказалось, что природные ресурсы на Земле весьма ограничены. И для комфортного проживания на Земле, такого как в Америке, природных ресурсов хватит только на 1 миллиард человек. Тогда была выработана теория «золотого миллиарда», в кавычках, которые «имеют право» в течение 100-150 лет остаться на Земле. В этот золотой миллиард вошло население США, Канады, Западной Европы, Израиля, Японии. Как понимаете, ни русские, ни татары, немногие другие народы, населяющие нашу страну, в этот миллиард не попали. В 1985 году мировое правительство «сформировало» программу «минимум» в отношении Союза СССР. К 2020 году вдвое сократить население. За 35 лет каждого второго в нашей стране убить. Убить не только войной. Старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить алкоголем, табаком, наркотиками и развратом, который будет внедрен. Выступая несколько лет назад, Маргарет Тэтчер, это видный деятель тайного мирового правительства, бывший премьер-министр Англии обронила загадочную фразу, кавычки открыты, «по оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллион человек, кавычки закрыты». Переводчик думал, что ослышался и перевел в кавычках 50 миллионов, но Тэтчер же его же поправила. Нас в то время было еще 150 миллионов, а куда остальные 135 миллионов, а остальные падут под алкогольный, табачный, наркотический нож. Два года назад в нашу страну приехала Мадлен Олбрейт, бывшая в то время госсекретарем США и, выступая, обронила эту же загадочную фразу, кавычки открыты, «по оценкам мирового сообщества экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек, кавычки закрыты». А куда остальные 130? Нас уже стало 145 миллионов, а остальные попадут под алкогольный, табачный, наркотический нож. Когда же эти людоеды 20-21 века решили оставить в нашей стране? Кого же? Два миллиона – это обслуживание Транссибирской магистрали, кратчайший путь из Японии в Юго-Восточную Азию в Европу. Еще 13 миллионов они решили оставить для обслуживания самых грязных металлургических и химических производств и обслуживания мирового ядерного могильника, в который будет превращена Россия. Кстати, нынешняя Путинская Государственная Дума уже приняла закон о превращении России в мировой ядерный могильник. У нас в Сибири реализуется масштабная программа строительства дорог для этого проекта. Не нужны мировому правительству ни мы с вами, ни наша история, ни наша культура, нужны наши природные богатства и наши жизненные пространства. Я только что был в Удмуртии и выступал перед учителями большого сельского района. Они мне не поверили, не могут в это поверить. Приехал профессор из Новосибирского университета, байки заливает. А три молоденьких учительницы даже хихикали. Тут я не выдержал и взорвался. Кавычки открыты. Деревня у вас рядом, Бабина. В этом году в 9 классе учится 65 человек. А 1 сентября 2002 в этой же деревне пойдет в школу 6 человек. За 10 лет полностью уничтожена старинная удмуртско-русская деревня Бабина. Причем она не просто уничтожена, вы понимаете, что такое. Родились и пошли в школу 6 человек. Это значит, что через 20-30 лет эти 6 детей, если они не сопьются и не умрут, должны будут каждый себя прокормить. Детей, если они будут, и каждый должен будет прокормить вас, 10,5 пенсионеров. 12 человек, каждый из них должен будет кормить. Как вы думаете, прокормят они вас, сидящих здесь? Знаете, что они сделают с вами? Телевидение им подскажет. Кавычки открыты. Да, поубивайте вы этих стариков, все равно не прокормите. Кавычки закрыты. Задумались. Они-то думали, что это там далеко индейцы какие-то. Вот они, индейцы, мы с вами. Я еще им сказал, вот вы, русско-дмуртская интеллигенция. Интеллигент – это не тот, у кого оклад, жалование. А кто за свою страну болеет, думает, как спасти ее в этой страшной ситуации. А всем нам предстоит Божий суд. И на том суде с каждого спросит Господь, что ты сделал, когда народ твой на дыбе алкогольной распинали? Что ты делал? Стакан в рюмку смотрел? Телевидение это вражеское разглядывал? Кавычки закрыты. Что делать нам в этой ситуации? Ситуации тотального похода против нашего народа, против всех основ нашей жизни. Я категорически не согласился с выступавшим передо мной представителем администрации республики. Неэкономическое возрождение есть фундамент отрезвления, а только отрезвление – это единственный реальный фундамент спасти ситуацию. Духовное, физическое, экономическое возрождение – все это возможно только на фундаменте отрезвления. Если не отрезвимся, мы ничего не сделаем, даже не сообразим и не поймем, что с нами произошло, как индейцы. Как только индейским вождям индейской верхушки ввели в традицию употреблять алкоголь, прошло 40 лет и от индейцев ничего не осталось. Вот такая же традиция сейчас и у нашей верхушки наблюдается. Единственная научно обоснованная мера, которая может спасти нашу страну – это немедленное введение в стране сухого закона. Единственное, что еще может нас спасти. Все наши каналы телевидения куплены «мировым правительством». Вся агентура сидит там и внушает мысль о том, что запретительные меры ничего хорошего не дают, ничего нельзя запрещать. Можно, наоборот, разрешать, поощрять, развращать, но только не запрещать. Я все жду, когда же это агентура предложит отменить Уголовный кодекс. Я его недавно посмотрела, все-то в нем запрещено, а по 15 статьям высшие меры наказания – расстрел. Так давайте отменим, раз запретительные меры ничего хорошего не дают. Хочет подонок девочек насиловать, так пусть идет, насилует. Зачем запрещать? Запретный плод сладок, в кавычках, что за глупость? Общество, его законы – это и есть запретительные меры, которые оно на себя накладывает, а за нарушение некоторых запретов сажает в тюрьму, даже жизни лишает. Общество без этого просто не может быть. Что же касается запретов на алкоголь, то когда я вижу по телевизору рассуждение, что запретительные меры ничего хорошего не дают, я ясно понимаю, человек этот либо дурак, он не понимает, что говорит, либо враг, и он хорошо понимает, что говорит и зачем. Известно, что 41 страна мира живет в условиях сухого закона по отношению к алкоголю и живет прекрасно. Мы недавно отпраздновали 65 лет ГАИ. 65 лет, как в нашей стране, действует сухой закон за рулем. Всякий нетрезвый водитель подвергается наказанию, и это и есть сухой закон. Сейчас по статистике 1% водителей ездят пьяными за рулем, но этот 1% пьяных дает 24% всех ДТП. И 56% смертей на дороге. Давайте отменим сухой закон за рулем. Кавычки открыты. Даже мысли ни у кого такой нет. Нас же передавят, кавычки закрыты, скажете вы мне. Ошибаетесь. Вот уже шестой год правые партии в Государственной Думе пытаются отменить сухой закон за рулем. Как это так? Кавычки открыты. Нарушение прав человека. Вчера пиво напился, а ему за руль нельзя садиться. Кавычки закрыты. Уверяю вас, нынешний Государственный Дум отменит сухой закон за рулем. Мы проанализировали. Практически все законодательные акты, принимаемые в последнее время, направлены на резкое и быстрое сокращение народонаселения страны. Выполняются программы, программные установки мирового правительства, его главного финансового инструмента, Международного валютного фонда. Им служил Ельцин, им служит и нынешний президент. Я хочу подчеркнуть, кавычки открыты, союз борьбы за народную трезвость, кавычки закрыты, всегда был, есть и будет оппозиционной организацией к любой власти, которая испаивает народ, которая уничтожает свой народ. Мы поддержим любую власть, любую политическую партию, которая поставит свои задачи от раздвления. Когда Ельцин в 1991 году захватил власть, его надо было у этой власти укрепить. Чтобы укрепить его власть, ему со всех сторон стали давать кредиты. Скобки открыты. За эти кредиты, если выживут, наши внуки еще долго будут платить проценты. Скобки закрыты. Кредиты разворовали, но это были связанные кредиты. И связаны они были определенными условиями. В частности, Ельцину было приказано уничтожить государственную монополию по производству и продаже алкоголя. Ельцин совершил это тяжкое преступление перед народом и обществом. Еще было поставлено условие. По всей стране, во всех крупных городах, на всех автобусных остановках, должна быть организована круглосуточная торговля пивом, вином, водкой и табаком. Я езжу по стране и вижу, что практически все остановки превращены в места для пьянства, курения, а сейчас там по ночам торгуют и наркотиками. Причем это не забегаловки, а красиво оформленные, привлекающие внимание, иконостасами, в кавычках, винных бутылок и сигаретных пачек, магазинчики и кафе. К тому же в Новосибирске, например, бутылка минеральной воды стоит сейчас дороже бутылки пива. Ясно, ребенок, скорее всего, возьмет это пиво, чем минеральную воду, тем более при такой мощной его рекламе. Нам говорят, что сухой закон вести нельзя. Начальство же все пьет, начальство же без этого не может. Начальство не сможет при сухом законе жить. Народ сможет, а начальство не сможет. Приведу вам пример, противоположный такому мнению. В 1998 году мне и моим соратникам довелось принять участие в 64-м Всемирном конгрессе Международной организации гуманизма и трезвости, в кавычках, ИОГТ. Это был июль 1998 года. Доллар стоил тогда 6 рублей, и мы, большая группа в 32 человека от Белоруссии, Украины, России, нашли возможность за свои деньги совершить такую поездку. На автобусе приехали в Швецию. Приехали на день раньше и решили пройтись по магазинам, посмотреть, чем шведов кормят, поят. В центре города гигантский магазин, мы ходили по нему 3 часа. В этом магазине есть все. Единственное, чего там нет, это пиво, вина, водки и сигарет. Для нас после пьяного Санкт-Петербурга это было настолько неожиданно, что мы даже не поверили сначала. Я спросил у продавца, есть ли пиво. Она даже испугалась. В кавычках, но, но алкоголь. Зашла во второй, третий магазин, нигде нет алкоголя. Я спросил у сопровождавшего нас переводчика шведа, в кавычках, у вас что, сухой закон? Он ответил, что пока нет. За городом есть магазин, который торгует 3 часа в день, и все алкоголики со всей области ездят туда и отовариваются. Но продают алкоголь по паспорту. Данные вносятся в компьютер и автоматически передаются в полицейский участок по месту жительства. В этом магазине бутылка водки стоит 24 доллара, а пачка сигарет – 8 долларов. Швеция – первая страна в Европе, где мы увидели, что к людям, употребляющим алкоголь и табак, относятся как к сумасшедшим. Они себе вред наносят, окружающим, и еще деньги такие за это платят. В этом городе мы жили 8 дней, и за это время я не увидел ни одного полицейского в форме, ни одной конфликтной ситуации на улице. Круглые сутки на улице стоят велосипеды, коляски, открытые машины. Нет ни у кого даже мысли что-либо украсть, исковеркать. Трезвые люди совесть не пропили. На Конгрессе выступала министр труда Швеции, молодая белокурая женщина. Вышла и заявила, что 8 из 16 членов правительства являются членами нашей организации – ИОГТ. Принципиально не пьют и не курят. Представители 113 государств встали и устроили ей овацию. Далее она сказала, что существует проблема безработицы, но на 99% эта проблема связана с оставшейся алкогольной торговлей. Люди, которые ходят в эти магазины, работать не хотят, они получают большое социальное пособие, там его и пропивают. Мы устраиваем их на работу, но они не могут показать лучшее шведское качество труда. По примеру, правительство Норвегии, Швеции поставило себе задачу к 2000 году прекратить торговлю алкоголем, а в Норвегии прекращена и продаж табака. Почему, вы спросите? Потому что и в Норвегии, и в Швеции король и королева любят свой народ. Им дела нет до этого мирового правительства и его установок. Они хотят, чтобы выросло здоровое, полноценное молодое поколение. Норвегия и Швеция – это две самые богатые, динамично развивающиеся страны Западной Европы. А Норвегия уже четвертую Олимпиаду держит первое место в мире по зимним видам спорта. Вот что такое антиалкогольная политика, чудесный народ, красивые нации, успехи в экономике и, главное, высокая нравственность. Я выступал недавно перед главами местных администраций в Удмуртии. Слушали с огромным вниманием, я им говорю, кавычки открыты, запретите вы продавать алкоголь ближе километра от детского сада, школы, медпункта. Уберите вы подальше от детей алкоголь. Кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили и спились, курили и умерли от болезней, возникающих от курения? Никто не хочет. У детей спросите, хотят дети, чтобы вы пили и курили? Тоже не хотят. Но давайте уберем и от себя, и от детей эту отраву. Вот у вас на горе скотный двор, а за скотным двором навозные кучи. Вот и отправьте туда всех коммерсантов торговать алкоголем и табаком. Не все же туда пойдут. Давайте хоть с этого начнем. Давайте хоть что-то делать. Кавычки закрыты. Задумались. Народ понимает, что гибнет, но он понимает, что надо спасать детей. А как спасать, не может сообразить. А дурманен народ алкоголем, табаком, страшно одурачен телевидением. Два слова хочу сказать о наркотиках. В октябре мне довелось принять участие в парламентских слушаниях Государственной Думы, которые назывались, кавычки открыты, «наркомания – угроза национальной безопасности России», кавычки закрыты. Проводил заседание Комитет по безопасности председатель А.И. Гуров. Он сказал, кавычки открыты, «давайте проведем наше слушание по деловому. Никаких плачей по судьбе наркоманов, о том, что они гибнут, что их надо лечить и тому подобное». Об этом и слова быть не должно. Единственная причина наркомании в нашей стране – это существование наркомафии и наркобизнеса. Так давайте решать вопрос, как уничтожить наркомафию и наркобизнес, кавычки закрыты. Я впервые услышал с трибуны Государственной Думы правдивые слова о наркомании, о том, что наркомафия и наркобизнес – это основная причина наркомании среди нашей молодежи и подростков. У нас милиция, общественность работают, противодействуют наркомании, в кавычках. Заработная плата работника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков составляет 6600 рублей. За прошлый год все вместе конфисковали 200 килограмм героина. И за прошлый год 40 пограничников на границе с Афганистаном конфисковали 6 тонн героина. Что будем делать? Увеличивать штаты милиции или перекрывать наши границы? Давайте лучше туда деньги бросим. На слушаниях не поверите, каждый второй выступающий предлагал ввести смертную казнь за организацию наркомафии. Это единственный способ остановить уничтожение наших детей через наркотики. Мне тоже удалось выступать на этих слушаниях. Я сказала, что очень рад впервые услышать разумные слова о наркоманах, наркомафии, наркобизнесе. Но нет ни слова о легальных наркотиках, алкоголе и табаке. Детей вы не заставите купить марихуану, если они не курили табак. При общении к наркотикам в 99% происходит в алкогольном опьянении, поэтому надо противодействовать и этим легальным наркотикам. Мои предложения встретились с пониманием. Мы, собравшиеся здесь, прекрасно понимаем алкогольно-наркотическую проблему. Мы знаем истину, а истина такова. Отрезвление страны есть фундамент духовного, физического и экономического возрождения. Все остальные разговоры уводят в сторону. Нам говорят, вымирает Россия, потому что экономическое положение такое. Глупость это и чушь – самый высокий уровень рождаемости в России, в трех самых экономически отсталых районах – России, Чечне, Ингушетии и Дагестане. За последние 10 лет там удалось возродить национальные мусульманские традиции трезвости. Там перестал народ употреблять алкоголь и пошла в гору рождаемость. И, напротив, самые высокие уровни жизни в Москве и Санкт-Петербурге, в них же самый низкий уровень рождаемости, ненамного превышает смертность. Несколько слов хотел бы сказать еще об одной беде, о разврате. Я часто выступаю пред студентами, школьниками старших классов. Довольно часто мне задают вопрос, как вы относитесь к сексу. Я всегда отвечаю, в кавычке открытое, а вы знаете, что такое секс? Вот две собаки под забором – это и есть секс в честном виде. К человеческой любви, к высшему проявлению чувств этот собачий секс, в кавычках, не имеет никакого отношения. А у нас в сознании молодежи сейчас взаимоотношение полов сведено именно к понятию этого собачьего секса. Еще за 10 лет демократия заболевания сифильсом в Новосибирске среди взрослого населения выросла в 54 раза. То среди подростков они даже боятся говорить в 600 раз. И это и есть результат пропаганда секса, безопасного секса, в кавычках. А безопасный секс приводит к полному бесплодию девочек, девушек и женщин. В Новосибирске даже была создана общественная организация, в кавычках, защитим от растления девочку-подростка. В той же Америке идет мощное движение за девственность, многомиллионное движение молодежи. И только у нас продолжается эта бакханалия. Что же получается? Ребенок в 10 лет пьет пиво, в 11-12 курит, а в 13 он познает этот собачий секс. Удовлетворения от этого, естественно, не получает. А разговоров-то сколько было про этот секс? Дальше у него начинается поиск новых сильных ощущений, в кавычках, наркотики, воровство, убийства. Чужая кровь – вот следующий шаг, которому тянут нашу молодежь. Ребенок, который в 10 лет начал пить пиво, в 11-12 закурил, а в 13 познал собачий секс, уже никогда никого не полюбит. И у него не будет желания создать семью, кого-то осчастливить. Сейчас начались кое-какие телодвижения в решении названных проблем. И первыми зашевелились президенты национальных республик. Прошли баржи с пивом, вином и водкой. Началось с попойща. Пропили все деньги, стройматериалы, работы нет. Неделя, вторая, третья проходит. Просит деньги и водку, а работы нет. Тогда Шойгу вводят в Ленске строжайший сухой закон. За три месяца город отстроили, из Ленска игрушку сделали. Оказывается, трезвый русский человек может работать и прекрасно работать. Поэтому, если кратко сформулировать требования, которые мы предъявляем властям всех уровней, это будет запретить любую рекламу и пропаганду алкоголя, табака, признать пиво опаснейшим алкогольным изделием, которое прокладывает путь в алкализацию детям, подросткам, женщинам. Запретить любое употребление алкоголя на массовых и официальных мероприятиях, прекратить пропивание народных и бюджетных денег, убрать алкоголь и табак от наших детей, восстановить ограничения на торговле этими изделиями, восстановить право запрета алкогольной торговли органам местного самоуправления, дать им право запрещать торговлю по их усмотрению, по требованию населения. Вести смертную казнь для дельцов наркомафии и наркобизнеса. Я считаю, это первый шаг. За ним последуют и другие реальные шаги, чтобы восстановить сухой закон, в условиях которого наша страна прекрасно жила с 1914 по 1925 год. Я это говорю как специалист, который занимается этой проблемой 25 лет. Другого решения данной проблемы нет. В заключении я вам расскажу необычную историю. Всегда, когда я слышу об алкогольной проблеме, я представляю гигантской корыто с алкогольным пойлом, проходящей через всю страну. И рвется к этому корыту наркотизированный народ. Кого мы видим рядом с корытом? Вот прилично одеты люди, которые по праздникам рюмочками из этого корыта аккуратно черпают свою норму. Про этих говорят культурно пьющие, кто-то с кружкой, кто-то с ведром, это пьяницы, а кто-то уже упал в корыто, это алкоголики. Нам говорят, спасайте алкоголиков. Мы пытаемся спасти их, оттаскивая от корыта. Но на освободившиеся места прорывается молодежь. Так что же нам делать с этим поганым корытом? В 1972 году Киевская киностудия сняла фильм о поведенческих реакциях одномесячных поросят. Суть фильма такова. Десять поросят от разных свиноматок помещены в один загончик. С целью узнать, как они себя ведут, два-три дня побороавшись друг с другом, поросята объединились в единое стадо, где выделился вожак, установилась иерархия и восстановился порядок. Кому-то из съемочной группы пришло в голову вылить в корыто с едой для поросят трехлитровую банку пива. Еду сначала попробовал вожак, за ним все остальные. После этого поросят одурели, стали бросаться друг на друга. Только через несколько дней у поросят восстановился порядок. Тогда эксперимент с пивом повторили, но вожак есть не стал, а прокинул корыто. Подумали, что нечаянно еще раз добавили в еду пиво. И на этот раз поросенок-вожак решительно прокинул корыто. Как видите, даже месячному поросенку понятно, что надо делать с алкогольным корытом. А некоторые наши государственные мужи думают, что проблема сложная и решить ее нельзя. Решить алкогольно-наркотическую проблему можно и нужно. Нужна лишь политическая воля нашего руководства. И чем быстрее эта проблема будет решена, тем больше шансов у нашего народа выжить, а у нашей страны сохраниться самостоятельным, независимым государством. А нам, соратники, нужно сделать все возможное, чтобы народ разобрался в проблеме и потребовал от власти немедленно решить ее. Опубликовано в газете «Соратник» номер 2, 75 февраля 2002 год. Второзаконие, 21 глава, с 18 по 21 стихи. Цитата. «Сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших. Мод и пьяница. Тогда все жители гордо его пусть побьют его камнями до смерти. И так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся». Ни воли, ни умелости, друзья мне, как враги. Моей безмерной смелости, Господь, о, помоги. Ни ясности, ни знания, ни силы быть с людьми. Господь, мои желания, желания прими. Ни твердости, ни нежности, ни бодрости в пути. Господь, мои мятежности и дерзость освети. Я в слабости, я в тленности стою перед тобой. Во всей несовершенности прими меня, укрой. Я верю в оправдание. Люби меня, зови. Сожги мое страдание в огне твоей любви. Зинаида Гиппиус, 1904 год.